Привет! 4. Китовая аллея Бывают аллеи березовые, бывают тополевые, а далеко-далеко на востоке, в проливе между российской Чукоткой и американской Аляской, на острове Итерган, есть китовая аллея. Подобно деревьям, над землей выстится гигантские кости самых больших животных на планете – китов. Для народов, живших у ледовитого Тиана, на Холодном Севере, тит был необходимым зверем. Добыв его, охотники за один раз получали большие запасы мяса и жира. Кости тита использовались для постройки жилища. Без оснащенных кораблей и специального оружия, добыча такого могучего морского зверя была настоящим подвигом. Тита выслеживали и гнались за ним вот на лодке, а убивали копьем. Так было еще совсем недавно. Охотники на титов устраивали на острове Итерган праздники пиры. На титовой аллее сохранились остатки хозяйственных ям, и хранилось титовое мясо, добытое на охоте. Сможно, здесь было святилище, где совершали обряды с тухами предков, шаманы, колдуны. Многие кусти имеют отверстие, так называемое вместилище духа. Тухом совершали жертвоприношение. Оставляли на деревянных блюдах кусти мяса. Возводить постройки из камня в тех местах не умели, а большие деревья на севере не растут. Вот и передали месту необычный вид этим способом. Титовая аллея сооружена из 50-60 черепов, 30 челюстей и сотен камней. Вид титов, обитающих в северном ледовитом Итеане, называется гренландским. Это не самые крупные титы. Смерт они сравнимы с обычным трамваем. Именно такой тит стал стим-шудом юда в наших сказках. Тут фотографии огромные кусти гренландского тита. До свидания.